Приветики, всем меня зовут Яна и добро пожаловать в Wildcraft. Итак, я в онлайн специальном режиме в пенсическом лесу для того, чтобы поохотиться на боссов. Да, я решила в этом видео наконец-то их победить, потому что со дня обновления я, по-моему, ни разу их еще не побеждала. Итак, на карте у нас представлено 5 боссов. Это Гиппогриф, Байху, Огненный Конь, Мантикора и спрятанный босс, Могучий Дракон, вот в этой скале. То есть он идет как секретный, что ли, но не совсем секретный, потому что в информации про него тоже пишут. Ну что ж, отправляемся, наверное, к самому слабому боссу, это Гиппогрифу, у него 100 тысяч жизней. Я наивно надеялась, что смогу победить его в одиночку, в соло. Конечно же, это не так, в соло здесь победить боссов невозможно, и это очень жаль. Очень жаль, что нам не дают пэта, очень жаль, что боссы не спавнятся, когда на карте один игрок. Ко мне пришла помощь, наконец-то. Я долго-долго с ним билась, около 10 минут, у меня ничего не получалось, и игроки на карте, которые находились онлайн, они решили мне помочь, и это очень здорово. Сейчас посмотрим, сколько же мне дадут опыта. Итак, опыт мне почему-то не дали, он как-то странно распределяется или что? А где опыт? Так, ага, 93 тысячи опыта мне дали. Скорее всего, опыт распределяется на всех игроков, которые находятся здесь. И я так подозреваю, что он зависит именно от участия игрока. Сколько игрок выбил жизни у босса, столько я получил опыта, но, возможно, я и ошибаюсь. Давайте уже все, прекратим этим делом заниматься и отправимся уже к следующему боссу. Следующий босс находится здесь неподалеку. Это босс Байху. Я решила переключиться на свободную камеру и попробовать поохотиться на свободной камере. Потому что я сейчас билась на фиксированной камере, это было очень удобно. Хочу попробовать это все сделать на свободной. Ну что ж, отправляемся к следующему боссу. Это вот такой тигр. У нас что-то вроде как зимняя локация. Сейчас я снова тоже так же попробую его победить. Никто не хочет ко мне присоединяться, помогать. Поэтому я, скорее всего, оставлю эту затею. Такого босса, к сожалению, на видео победить не получится. Я сейчас нахожусь на сервере, где нет русскоязычных игроков. Хотя, возможно, и есть, но здесь никто ни с кем не общается в чате. Напишите в комментариях, если вы увидели себя. Будет очень приятно с вами познакомиться. Я здесь, кстати, под другим именем, не под именем Брика. Так, что ж, отправляемся тогда к еще одному боссу, к третьему. Это босс Монтикора. Ну вот, посмотрим, сколько опыта мы получим за него. Там точно есть игроки, я уже проверила. Поэтому сейчас вместе с вами мы на него просто посмотрим. Боссы выглядят все классно, проработанные, детализированные. И очень больно бьет. Так, атака уже началась. Побежали все бить. Вай. Какой прикольный. Не, он мне даже больше нравится, чем гиппогриф. Даже больше, чем байку. Очень классно выглядит. Ну, здесь нас уже побольше. Я думаю, что мы намного быстрее его победим. Буквально прошло минуты три, мы уже практически его победили. Тут чуть-чуть осталось, потому что все игроки, которые есть здесь на сервере, принимают в этом участие. Ну, кроме вот этого, который почему-то лежит и ничего не делает. Вот, он решил тоже поучаствовать. Так, ну что ж, смотрим, сколько мне дадут опыта за него. Так, опыт распределяется почему-то долго. 47 тысяч опыта. Ну, это очень мало. Это просто невероятно мало. Следующий босс, это огненный конь. Его уже тоже атакуют, начали атаковать. Тоже очень красивые. Я всю битву любовалась просто этим боссом. Очень красивый, хэллоуинский такой босс. Хэллоуинский такой босс. Класс. Ну, с ним мы, конечно же, возились намного дольше. Но, тем не менее, мы его победили. Так, я здесь набираю жизни, просто немножечко приостановилась. И сколько опыта мы получим за него. Так, пока что еще ничего не видно. 72 тысячи опыта, кстати, неплохо дают за огненного коня. Намного больше, чем за Монтикором. Следующий босс, который спрятан в пещерке. Самый главный босс и самый сильный босс. Это могучий дракон. Он там не один. Он идет с миньонами. Двумя, кажется. Сейчас посмотрим вместе с вами. То есть, у него есть своя охрана. Он очень жуткий, очень страшный. Так, его еще пока не бьют, да? Он только заспавнился. Ждут, когда все соберутся. Давайте поближе к нему подойдем, рассмотрим. Обалдеть. Ну, это жизни миньонов 25 тысяч. У самого босса 300 тысяч жизней. Мне почему-то показалось, что бить его намного легче, чем коня. Я не знаю почему, но конь на меня все время агрился и за мной бегал. А дракон на меня не обращает никакого внимания абсолютно. Я просто его кусаю и все. Очень классный босс. Мне очень понравилось с ним драться. Ну, тем более он очень красивый. Так, чуть-чуть еще осталось. Давайте его добивать. Должно быть достижение еще, кстати, выполнено. Потому что я его побеждаю первый раз. Так. Еще чуть-чуть. Отлично. Так, и мы получили достижение. Давайте посмотрим, сколько опыта нам дадут. 110 тысяч опыта. Ничего себе. Больше всех, кстати. На него, да, стоит охотиться для того, чтобы прокачиваться. Давайте заберем достижение. Обалдеть. Неужели я это сделала? Я даже не верю. Я не представляю, как я буду прокачивать волка. Но это уйдет просто невероятное количество времени. Все. Забираем. 85 гемов. Но я на этом не успокоилась. Все-таки решила перейти на другой сервер и победить Байху. Чтобы у меня были побеждены все боссы. Он оказался тоже очень сложным. Но мы это сделали. Ой, бошечки-кошечки. Я так боялась, что он меня ударит, и я просто умру. Так, давайте посмотрим, сколько я заработала опыта на этом боссе. 57 тысяч мне дали. И кто-то up no level. Мои поздравления. Мне еще далеко, до 201-го хотя бы. Вот и подошло видео к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие серии по игре WildCraft. А с вами была Яна, и увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok